Ну что, Путин подписал законопроект, который был уже продвинут там во всех чтениях, понятно, в Думе, законопроект о запрете размещения рекламы у иноагентов, там, и нежелательных персон и так далее. Я, например, не иноагент, но я хуже, чем иноагент, я не знаю даже, напишите в комментариях, как можно меня считать в этих вот, в этих рамках. Ну понятно, что закон был выдвинут против россиян, которые, ну можно считать адекватные, нормальные россияне, которые не признают фашистский режим Путина, не признают войну, не признают диктатуру, авторитаризм, талитаризм, вот это все, что происходит в России. И чтобы они лишний раз не зарабатывали деньги, они запрещают россиянам размещать рекламу на их ресурсах, на ютюбе в основном и так далее, что очень сильно сказывается на них. На мне это никак не сказывается, но я хотел бы вам сказать, что можно делать, чтобы сделать вот так вот, просто сделать так же, чтобы они сами этот законопроект убрали. Вот, например, есть, так как я канал гитарной истории, есть такой любитель России, и вот он у меня сейчас заказал рекламу. Валерий Кипелов из группы Кипелов выпустил новый альбом, новый альбом называется, я не помню как, но они очень хорошую музыку пишут, это очень хорошие люди. Они мне заплатили за рекламу вот специально, чтобы на моем канале, на канале гитарной истории, где были почти все легенды русского металла. Я хочу вам всем посоветовать пойти и не послушать этот альбом, потому что этот альбом, он будет абсолютно такой же, как и все предыдущие легендарные творения этого певца, Валерия Кипелова. То есть будет абсолютно такое же нудное говно, как оно и было, но за рекламу мне, конечно, заплатили, чтобы я вам мог об этом рассказать, чтобы вы все это поняли. Еще раз, Валерий Кипелов это хороший человек, который размещает рекламу на всех ресурсах, ну или я не знаю, группа Кипелов, на всех ресурсах русскоязычных для того, чтобы продвинуть свой продукт. Ну вот, примерно так же, я не знаю, найти там дождь какой-нибудь или кто-нибудь еще там, прорекламировать, прорекламировать, там, Чичерину какую-нибудь, я не знаю, кто там еще есть. Пойти там, Аскаров Кучер, там, Аскар Кучера мне заплатил за то, чтобы я сказал, как он, и так далее. И они начнут, а что, придут, придут, Кучере скажут, так что там вон рекламу, а он пусть потом рассказывает, что он не верблюд. Ну а так, а еще одна хорошая новость, вроде бы как, еще не подтвержденная, но я уже на канале ее написал. Ну, 187 плюс X равняется 200. Там был один такой, который хотел сделать Украину ядерной пустыней стеклянной, там, и так далее, и так далее. Там, по-моему, кадыровцы его это... Кстати, хотел бы я еще рекламу сделать одной такой организации, которая находится в Ичкерии. Там овце, какая-то там фабрика, которая занимается ни в коем случае не разведением еды, потому что она, ладно, шутка, такое быстрое, но бодрое видео. Продолжение следует...